Когда играешь против вегана и планируешь зайти с козыря, прям так со шлепком, шматком ему об стол. Чем крыть будешь? А он тебе фигак, короче, и сверху салатиком, салатным листом. Ну да, вот таких вот незатейливых шуточек мы начинаем выпуск, боюсь, что дальше всё будет ещё хуже. Просто ёжик, который лето провёл у бабушки. Нет, мне кажется, это у поросёнка выросли иголки, скорее так. А какого хрена он такой жирный-то? Пара забрала пуму из контактного зоопарка и превратила её в милого домашнего котика, когда пишет. А теперь представьте, тыгоды к ночью. Ну да, ещё представьте, что в ней проснётся охотничий инстинкт. Не знаю зачем, но сломать обязан. Так она сама ломается. Ну подумай, чуть пальцем поковырял её. Котик, ты не видел инструктора по фитнесу? Это он и есть, блин. Фото не для слабонервных. Нападение розовой акулы на короликового тигра. Дикая природа удивительна. Вон, смотри, второй котик лежит, наблюдает. Самый популярный маршрут. Отсюда туда через сто. Так много вопросов и так мало ответов. Внуки Мазая. Аааа, что? Я не хочу в это вникать. Чёрт, уже вник. Фу. РЕН-ТВ выходит на новый уровень. Знаете ли вы что? Полёты в космос не существуют. Съёмки с МКС делаются из земных условий на съёмочных площадках. Что континента Северной Америки не существует. А США находятся на континенте Азии рядом с Россией и Китаем. И США сами об этом не знают. Наша земля выглядит не так, как нам её нарисовали. Чем ты занимаешься в свободное время? Шпионю. Серьёзно? А я люблю гулять в парке или ходить в кино с друзьями. Я знаю. Емеля задолбал. Иди работу найди. Ни хрена себе щука. Итак, друзья, всем привет. Меня зовут Макс. И в ролике у нас с вами будут мемасы. А ещё я пишу книжки в жанре фантастика. Книги мои продаются в магазине Читай Город, Буквоед, Лабиринт, БУ-24 и ещё куча разных магазинов. Ссылки в описании будут. Тут ознакомьтесь с моим литературным творчеством. Возможно, вам понравится. А если не понравится, ну и хрен с ним. Подумаешь, что ж мне. Короче, ссылки в описании, чекайте. Когда всё-таки поехал в отпуск летом. Это что, море? Тепло? Да ладно! Блин, это лето было ужасное. Мне кажется, Котти говорит без сарказма, без иронии. Он прямо говорит. А то что, лето, то что, тепло? Потому что это лето было самое говняное. Следующее лето будет хорошее, вот посмотрите. И да, оно наступит совсем скоро. Всего-то 9 месяцев осталось. Быстро пролетят. Не, он сейчас крышу поднимет и прижмёт крышей коробку. Мой сын потерял свою виолончель. Виолончель. Целую виолончель, которая размером больше, чем он сам. Вы знаете, насколько велика сраная виолончель? Как можно потерять виолончель? Мне нужны ответы. Я не понимаю, что происходит. Ты пишет, а ты не думала, что может просто твой сын не хочет играть на этой... Долбанной виолончели? Подросток, победивший в турнире Fortnite, потратит миллион долларов на пожизненную доставку еды на дом. Это ещё меня дебилом называет, тут и пишет. Может, он получил 100 миллионов долларов. Откуда мы знаем? Какие там призы в Fortnite? Ну-ка, напишите в комментариях, сколько там дают? Ну, если это был первый и последний миллион, то, конечно, да, согласен. Весьма тупое уложение. Можно было бы... Да можно было бы купить акции на эти деньги и дивиденды получать с них. Ну, или на крайняк положить проценты в банк, что, конечно, менее выгодно. Когда молодёжь опять придумала какое-то новое слово, и тебе надо узнать, что оно значит. Флексить. Чилить. Рофлить. Узнай, насколько ты современный. Я только знаю, рофлить чё такое. Рофлить это типа... Не помню. Шутка. Я помню. Типа троллить, стебаться, угорать. Говорить сарказмом и так далее. Чё такое флексить, чилить? Пишите в комментах. Что хотят 15-летние сейчас? Что хотел я, когда мне было 15? Блин, сейчас, мне кажется, на таком мотоцикле... На мопеде, точнее. В 15 лет, наверное, нельзя ездить там. Права на него тоже какие-то дают. Но мопед права же вроде ввели. Итак, каждый день. Я в 4 часа ночи. Я совершенно точно знаю, какие... 158 тысяч дел надо сделать, чтобы наладить свою жизнь. Я утром. Чё я там хотел? Вроде пуховик в шкаф убрать. Товара нет. Но заплатить за него ты всё равно должен. Нет такого товара. 70 рублей. Это за 300 грамм отсутствие товара. А за килограмм 227 рублей. Это пишет товар Шрёдингера. Или ценное нифига. На этой гонке хотели выяснить, кто быстрее. Собаки или гепард. Но когда в рот открылись и прозвучал сигнал, к началу гонки гепард из места не сдвинулся. Люди стали спрашивать организатора, в чём дело? На это он ответил, что иногда доказывать, что ты лучше, это просто оскорбление. Какой философский мем. О боже. Вы тоже их видите? Да, видим. Когда носки вяжет дедушка. Это я бегу к своей мечте. Бум. Ну ничего, встань и беги дальше, подумаешь. Тоже, мне ещё столько падений будет. Икея троллит. Для себя, для гостей. КТ пишет коротко о моббисти принца. Кстати, да, я помню, я был в Икее, как раз таки за это вот висело объявление. Мы с женой и так это улыбнулись. Сто процентное попадание. Часть корабля, часть команды. Типичный батя. Еда, которую готовил отец, всегда была очень вкусной. Он добавлял секретный ингредиент. Отсутствие другой еды. Всё верно, и при отсутствии выбора, любая еда будет нормальной. Особенно, если он готовил её раз в два дня. Суровые комары. Только наши комары лечебные. Выравнивают сахар и лейкоциты. Снижают холестерин за дополнительную плату. Самый старый комар Валера сменит вам группу и цвет крови. Валера может всё. Спят усталые игрушки. Слышь, а отчего они устали? Я устал, я должен спать, я. Коты потрясающее создание. Коты пишут, моральная поддержка. Ку-ку. Господи, скримак. Скримак я вставил, простите за скример. Самсун готовится к запуску своего нового раскладного телефона. Производители чехлов. Да, произведут, ничего. Может какой-нибудь там, не знаю, прозрачный чехол будет с дырочкой. Короче, чёрт его знает. Независимо от моего возраста, реклама «Скоро в школу» продолжает вызывать панические атаки. Неправда. Враньё. Нет, может быть тебе 12, тогда да. И ты такой, независимо от моего возраста, хотя я школьник. Доктор, принимайте эти таблетки по одной в день всю оставшуюся жизнь. Пациент. Ну а тут же всего три таблетки. Доктор. Всю оставшуюся жизнь. Кто-то пишет. Лайфхак для врачей. Как сообщить печальную новость? Ты могла бы выйти на работу в воскресенье? Я, конечно, понимаю, Пасха и выходной, но ты мне нужна здесь. Здравствуйте. Хорошо. Только я могу не успеть к восьми утра, потому что по выходным транспорт ходит очень долго. Окей, когда приедешь. Примерно. Понедельник. Мука спит. Смотрите, не протекает. Ну там же эти маленькие дырочки должны быть, по идее. В России волки этой хреновой. Веселью просто нет предела. Весёлая задачка номер три. В доме прорвалось сразу две трубы, горячую и холодную. Из холодной трубы выливается в квартиру по 70 литров ледяной воды. В минуту. Из горячей 12 литров в секунду. Утонут жильцы этой квартиры в ледяной воде или свалятся? Вот решайте. А решение пишите в комментариях. И лайки ставьте. Ставьте лайки, лайки, лайки. Побольше лайков. Просто так. Загодный контент. Мемо читать. В 2019 году-то. Ютуб существует уже. По-моему, лет 12, наверное, точно. И к чему мы пришли? К тому, что какой-то чувак читает мемо, а вы ставите лайки. Прикольно. Гроза преступности. Кота пишет. Глянул на собаку и даже захотелось найти видеокассету, которую в 2003 году в прокат не дали отнести назад. Так, на всякий случай. Приколы про видеопрокаты, боюсь, не все поймут. Ну, просто потому что их сейчас уже нет у видеопрокатов. Когда батя обещал сводить тебя на выходные в аквапарк. Нифига себе, у вас свой личный аквапарк в доме, во дворе. Прикольно. Вот так вот элита живет в России-то, а? Арнольда Шварценеггеру не разрешили дублировать самого себя в немецкой озвучке Терминатора, потому как его акцент по немецким меркам слишком деревенский. И было бы очень нелепо, если бы машина смерти из будущего разговаривала, как машина смерти из деревни. Мне треба твоя одежа и мотоцайкл. Возможно, сказал бы Шварценеггер по-немецки с немецким акцентом, но мы этого не услышим с вами. А если услышим, все не поймем. Когда папа устал поднимать соску. Ммм, сын Илона Маска? Тоже ведь Ким. Посмотрел сейчас твои фотки. Ты так похожа на Ким? Потому что у меня задница, как у Ким Кардашьян? Причем тут Кардашьян вообще? Спасибо. Кольцо. Кольцо плохо на тебя влияет. Оно жирает тебя изнутри. Да не могу я с вами на шашлыки. К Танюхиной мамке идем. Блин, как сложно читать текст без запятой. У меня день рождения 23 декабря. За неделю до нового года. В детстве отец всегда на мой день рождения известно приносил елку и торжественно дарил ее мне. А я счастливая наряжала свой подарок. И только в сознательном возрасте поняла, как предприимчиво отец экономил на мне. Слушайте, это же выгодно, когда у ребенка днюха в преддверии праздника. Или в один день у тебя ли вообще было бы. Сразу даришь одновременно подарок на то и на то. А что если бы мы использовали 100% нашего мозга? Я сказал своим коллегам по работе, что у меня есть брат-близнец. И теперь, когда я встречаю кого-то из них на улице, я не обязан с ними здороваться. Хм, хороший ход. Еще один потрясающий ход. Вообще у нас какой-то видос потрясающих ходов. Уже три потрясающих хода было здесь. Бутылка шампуня. Не содержит парабенов. Я. Не имею невалейшего понятия, что это значит. Отлично. Это как, типа, без ГМО. Хотя, ну, ГМО, ГМО, что такое ГМО, подумаешь? Это генная модификация. Она может быть как хорошая, так и плохая. Например, если мы едим апельсин или помидоры без косточек, или что-нибудь без косточек, это тоже ГМО, по сути. Потому что было генное преобразование. Но всем пофигу. Вообще у меня собака появилась. Ершевский терьер. Это тоже ГМО. Ну, типа, от волка же произошел. Оригинал это волк. А это уже генное преобразование путем селекции. Когда вдруг вспомнил, что ты кот и не любишь огурцы. Мужчина завел тарантул ради отпугивания тещи. Почему моя мама не приезжает? Я не знаю, дорогая. Когда отключили отопление. Суровое советское детство. Я вообще удивляюсь, как в советском детстве выжил. Фильм про гардемаринов. Весь двор фехтует на арматурах. Фильм про индейцев. До сих пор шрам в плече от стрелы. Наконечник был гвоздь. Фильм про ниндзя. Из ободов с бочек сделали мечи и рубились. Стелс-миссия на колхозном поле. Сторож и соль и забег с горящим пуканом до ближайшей лужи. Свинец, корбит и много других приключений. И каждый двор детстве по изобретению напоминал скорее конструкторское бюро. Орочих механиков из Вархаммера. Я ухожу, теперь я буду работать только на себя. Ананас. Ананас уходит со мной. Кофе 4 в 1. Кто-то пишет с зефирки что ли? С голубикой. Это типа... Вы мне молока не налили в кофе. И прилетает голубь и... Делает ваше кофе чуть-чуть белее. Хе-хей. Начали мы ролик с тупой шутки. Тупой моей шуткой. Хотя у меня не бывает других шуток. И закончим. Друзья, спасибо за просмотр. Не забудьте ознакомиться с моими книжками. Ссылка в описании. Любите фантастику? Попробуйте, может понравиться. Или просто идите в читай город. Они во всех читай городах продаются. Или в буквоеды. Или в лабиринты. Всё, ребятки. Спасибо за просмотр. Всем удачи, хорошего настроения. И пока-пока. До встречи в следующих видео.